Всем привет! Меня зовут Дмитрий и это GeekInsight.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим топовую мультимедийную акустическую систему Edifier R2700. Начнем наш обзор с внешнего вида акустической системы. Это акустическая система 2.0. Здесь присутствуют две колонки. Одна активная, другая пассивная. Корпус выполнен из черного МДФ. Колонки, как вы можете заметить, достаточно большие. Размер у них 220 в ширину, 294 в глубину и 393 миллиметра в высоту. На активной колонке находится темброблок. На нем три регулятора. Это высокие частоты, басы и соответственно регулятор громкости. Он же является клавишей переключения между режимами вывода. Оптический, коаксиальный, PC и AUX. Подключить можно параллельно несколько устройств и этой кнопкой переключаться между ними. Вы видите оптический вход, коаксиальный вход и две пары тюльпанов. Можно подключить до устройства какие-то тюльпаны. Например, компьютер и какое-то AUX устройство. Возможно музыкальный центр или что-то еще. Внизу кнопка включения-выключения и штекер питания, вилка питания двухконтактная. Дальше по самим динамикам. На каждой колонке три динамика. Каждая оснащена своим усилением. Это 6,5 дюймовый динамик, 4 дюймовый динамик и динамик диаметром 3,4 дюйма. Этот и этот динамик оснащены нижней и средней магнитным экранированием. Собственно, дальше, что можно сказать по этой системе. Суммарная мощность 128 ватт. Диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч герц. В комплектации также есть пульт управления. Примерно вот так он выглядит. Сейчас попробуем сфокусироваться на нем. Да, это увеличение кнопки и уменьшение громкости. Переключение источника звука. Вот их 4. И кнопка Mute, которая, собственно, выключает звук на устройстве. Итак, что касается звучания данной системы. Ну, сразу скажу, что это не Hi-Fi акустика. Это качественная мультимедийная акустика, которая, в принципе, способна удовлетворить потребности большинства меломанов. Есть небольшие рекомендации по пользованию. Но для начала все-таки необходимо будет, наверное, прикупить для нее более-менее вменяемую звуковую карту. Не использовать встроенную в материнскую плату вашу кодек для того, чтобы раскрыть все возможности этих колонок. Рекомендую также колонки разместить, ну, не ставить колонки близко друг к другу. Разнести их хотя бы на расстоянии там около полутора метров. Потом придется все-таки немножко поиграться с настройками. Здесь вот высокие частоты чуть-чуть я бы подкрутил относительно заводского положения нейтрального. Ну и думаю, что эти колонки вас порадуют. Реально за 200 долларов, наверное, сложно найти что-то вообще лучшее. И вокал здесь, и высокие частоты, и средние. Все звучит, ну, на мой непритязательный, на мой непритязательный вкус. Довольно-таки неплохо. Насколько я знаю, сейчас вышла еще обновленная версия, которая с технической точки зрения ничем не отличается, но производитель добавил туда Bluetooth. То есть теперь есть возможность подключать какие-то беспроводные устройства и слушать музыку без проводов. Это тоже большой плюс. Есть смысл тоже присмотреться к обновленной модели. А так, в принципе, отличная акустика. Всем рекомендую. До встречи в следующих видео. Всем пока!